Возможно, вот так будет выглядеть мир, когда виртуальная реальность станет реальностью настоящей, но компьютеры никогда не заменят человеческих отношений. Примерно так можно понимать главную мысль этой цифровой олимпиады, которая по-настоящему вне политики. Игры будущего – это свобода от политической конъюнктуры, любых видов дискриминации и двойных стандартов. Уверен, на площадках игр будет царить подлинный спорт. Игры будущего – наш дар мировой спортивной семье. Событие грандиозное. В Казань приехали киберспортсмены из 107 стран. В церемонии открытия приняли участие главы Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и Сербской Республики. Я благодарю уважаемого Владимира Владимировича за проведение этих игр. Это уникальные игры, которые не имеют аналогов, возможно, в современном мире. Я всем желаю успехов. Келес воин, Казахстандау и Кюзик. Давайте проведем следующие игры в Казахстане. Аналогов играм будущего в мире действительно нет. Их придумали в России, объединили виртуальный и реальный спорт. Проще говоря, сначала команды геймеров сыграют в хоккей в виртуальной реальности, а потом выйдут на настоящий лед. После церемонии открытия экскурсии для президентов в мир диджитал-спорта на ознакомительной выставке, в том числе и те виды, которых еще нет в программе «Игр будущего». Но в следующем году, возможно, список расширится. Например, в нем появится флорбол. Это разновидность хоккея с мячом. Всего в программе 21 дисциплина. Участники будут играть в доту и мир танков, а виртуальный этап в стенд-офф-2 завершат на реальной площадке «Лазертак». Фиджитал-гонки пройдут на настоящих болидах, а гонки дронов и битва роботов станут зрелищным продолжением. Сами организаторы называют «Игры будущего» мультиспортивным шоу, трансляцией которого можно посмотреть на официальном сайте «Игр будущего». Людмила Кусерова, Наши новости.